И там не то, что по одному, а по нескольку штук. И раньше как выбирается мультипоточность? Она как раз таки смотрится, допустим, первый поток, который у нас идет, он выполняется подряд по всем, а второй поток выполняется на свободных элементах, которые в данный момент не задействованы основным потоком. И так далее, последующие. У нас сейчас разделили на эти самые слайсы, и каждый слайс обладает всеми необходимыми элементами для выполнения задач. Поэтому наша мультипоточность становится все лучше и лучше, и следующие потоки у нас достаточно хорошо работают, в отличие от другого. Это, кстати, то, на что нужно обращать внимание, и то, на что... Там какие-то проблемы со звуком или нет? Нет, кстати, рассказывай, у нас тут все в порядке. Спасибо. Хорошо. Так вот, эти элементы, они достаточно интересные, которые возникают. Дело в том, что мы уже можем вычислять одновременно не только 64-битные числа, но и 128-битные. Да, вернувшись обратно, когда мы говорим про мультипоточность, про это надо всегда помнить, потому что вы, запуская операционную систему, можете просто посмотреть, сколько у вас, условно назовем их, виртуальных ядер или количество потоков, да, и в том же Intel, у которого двухпоточная, и там, допустим, там, ворокловых процессорах, в Spark, да, во всех можно посмотреть. И, казалось бы, когда вы занимаете там, не знаю, в том же Intel 50% ядер, вернее, 50% потоков, то может сложиться ощущение, что у вас машина на 50% свободная. На самом деле это далеко не так, да, потому что каждый последующий поток, он менее производительный, чем самый первый поток, за счет того, что количество этих самых элементов все-таки оно разное. У нас сейчас получше с этим стало, но, тем не менее, даже у нас, если у нас там на уровне железа достаточно честно, высчитывается именно процент занятости сервера, да, поэтому, если у нас, допустим, заняты все первые потоки, то он никогда вам не покажет, что у нас машина загружена только на 20%. На самом деле он напишет, что он занят гораздо больше. Но это надо обращать внимание. Немножко про сами потоки. Вот тут можно посмотреть, такая сложная картинка, такая красивая вообще как бы. Но, тем не менее, основное, на что можно обратить внимание, это вот на количество, не знаю, тут вот, если у меня будет. Так, секундочку. Ну вот, ой, оно совсем зарисовалось. Да, ну вот, допустим, тут вот у нас на каждом, это у нас ядро SMT4, то есть на нем может быть максимум 4 потока, соответственно, у нас 4 сопроцессора для работы с плавающей точкой, 4 сопроцессора, которые у нас арифметические, да, ну и так далее. Смотрим, тут по 2 процессора, там остальных. Но, тем не менее, есть еще некие, там, допустим, вот криптографический, он всего один, используется не так часто. Вот тут, в принципе, про них, про все, и можно посмотреть на этой картиночке. К сожалению, другие производители таких схем не выдают, и поэтому понять, как у них действительно работают ядра, всегда очень сложно. У нас это достаточно открытая информация, которую можно всегда заметить и посмотреть. Теперь то, что я говорил по количеству, по производительности каждого потока, как она у нас росла по сравнению с предыдущими, да. Вот можно посмотреть, это производительность в зависимости от количества потоков. Скажем, на Power 7 прирост с каждым последующим потоком, их было всего 4, там, не такой большой, да. Вот в Power 8 у нас первые 4 потока отрабатывали достаточно линейно, с небольшой задержкой, но линейно, да. Последние 4 потока практически не работали. Ну, то есть они добавляли там 5-7% от производительности сервера, несмотря на то, что мы вдвое увеличивали количество потоков. В Power 9 в этом отношении несколько лучше. Да, последние потоки, тоже не сказать, чтобы они были совсем уж точно так же, как и первые там два потока, да. Но, тем не менее, они все равно добавляют достаточно много от производительности самого процессора. Про это надо помнить. Поэтому, если у вас однопоточная задача, то улучшение производительности на одном ядре ожидать не стоит. Да, нужно именно как раз таким многопоточным, так, чтобы мы задействовали как можно больше потоков в наших самых ядрах, тогда оно там будет работать. Еще одна проблема, которая возникает у всех и которую пытаются решить, это, конечно же, интерконнект. Причем интерконнект внутри непосредственно самого ядра. Можно натолкать много-много ядер внутрь этого самого чипа. Их можно сделать побыстрее, помедленнее. Поэтому необходим очень большой ввод-вывод. И вот как раз-таки внутренняя шина данных, которая обеспечивает взаимосвязь между кэшем третьего уровня, между ядрами, между внешними элементами, она очень важна. В нашем случае это практически 7 терабайт в секунду. Можете себе представить какие-то скорости. Это именно терабайт и даже не терабит. Это вот тот самый интерконнект или та шина, которая проходит внутри чипа. Почему она еще такая большая? Потому что наши разработчики, думая над тем, куда же мы будем двигаться дальше, когда закончится этот самый резерв наш просто в уменьшении количества нанометров в производстве, надо что-то будет делать и как-то улучшать. Они подумали, что в общем пора переходить к так называемой специализации. Это то, через что прошло человечество. Если мы будем говорить про древние времена, когда один человек делал все сам, то есть сам себе производил необходимое количество еды, сам же, не знаю, шил одежду, в общем обеспечивал себя полностью самостоятельно. Понятное дело, производительность труда в этом случае была очень невелика. Чем дальше развивалось человечество, тем больше становилось специализацией. И теперь уже понятно, у каждого есть какая-то профессия. Причем эти самые профессии делятся все дальше и дальше. Когда я начинал работать, вернее, как бы учиться на эту IT-технику, то в принципе у нас был, не знаю, программист, его все звали программистом, он умел все с этим самым компьютером, вплоть до того, что спаять микросхемы и вообще сначала собрать компьютер из запчастей, потом его запрограммировать, а потом еще и работать на том, что запрограммировал. Сейчас такого, конечно же, сложно себе представить. У нас даже программисты есть разные. Появились и дизайнеры, появились программисты для аппликейшн, администраторы баз данных и администраторы операционной системы. Он разделился чаще всего. Сейчас уже делятся администраторы железа, то есть как бы серверов и администраторы сторожевых систем. Я уж не говорю про все остальное, про весь консалт, который накручен, те, которые настраивают то самое программное обеспечение. Есть консультанты по САПу, и они знают только САП и знают только, как настраивать этот самый САП. И больше, в принципе, они ничего не умеют. Специализация. К тому же самому идут и наши инженеры. То есть они считают, что должны быть специализированные элементы внутри сервера, которые будут помогать выполнять отдельные операции, выполнять очень и очень хорошо. Но для того, чтобы объединить их работу, необходима очень хорошая логистика или менеджмент в данном случае, диспетчеризация. То есть некто, кто будет раздавать задания этим самым отдельным элементам, потом обрабатывать результаты, причем желательно, чтобы не все результаты проходили через него, а чтобы он просто управлял. Для этого, опять-таки, нужны очень большие возможности коммуникации. То есть для того, чтобы можно было управлять всеми этими элементами. У нас есть стандартные элементы, которые знают все в машине. Те шины, которые есть, это у нас есть память, которая работает по протоколу DDR. Да, и есть и PCI-девайсы, которые находятся на шинах PCI-E. В эту самую PCI-E шину могут вставляться адаптеры для подключения дисков, там Ethernet адаптеры, Fiber Channel адаптеры, какие-то туда могут вставляться GPU адаптеры и прочее, и прочее, и прочее. К сожалению, ни та, ни другая шина не стали, вернее, как бы в современном мире, в том, куда мы двигаемся, посчитали, что она не очень хорошо отвечает. Она слишком медленная, она не позволяет распределить вот эти самые обязанности между разными элементами. Поэтому IBM постарался сделать совместно с другими уже. То есть, понятное дело, если бы мы делали все проприетарно, это был бы внутренний проприетарный сервер, который, наверное, был бы малоинтересен. Именно поэтому был создан в свое время Open Power Consortium, в который вошли значительная часть производителей железа в том числе и стали разрабатываться различные протоколы, различные шины, которые позволили бы соединить адаптеры третьих фирм с нашим центральным процессором. Один из них – это вот Капи. На данный момент там уже есть OpenCAP, я потом покажу про него. NVLink – это для связи с GPU, причем NVIDIA-вским GPU. Тоже достаточно интересная вещь. Ну, вот это вот OpenCAP, который есть в Power 9. Различные шины, которые как раз-таки позволяют нам каким-то образом общаться с внешними адаптерами, перекладывая большую часть нагрузки, специализированной нагрузки, на специализированные адаптеры. Как один из примеров, это вот этот самый NVLink. Этот линк, не знаю, наверное, многие из вас в свое время смотрели там, не знаю, в игровых компьютерах, когда вставлялись два адаптера NVIDIA, они соединялись между собой специализированным шнурочком для того, чтобы увеличить обмен между GPU-адаптерами, чтобы они могли работать совместно. Так вот, совместно с NVIDIA и IBM они создали NVLink, который позволяет общаться не только между собой двум GPU-адаптерам, но и общаться по этому же самому линку еще и непосредственно с процессором. Вот в 2016 году у нас был NVLink 1.0, тогда еще Power 8 процессора, и туда вставлялся Tesla P100 от NVIDIA. В Power 9 у нас стоит уже V100, как бы в Power 9. и, понятное дело, скорость NVLink 2-го тоже увеличилась. Про это можно смотреть. Скорости значительно выше, чтобы было понимание, наверное, того, что есть PCI-3, насколько я знаю, это 128 гигабит в секунду. Здесь мы говорим о 128 гигабайтах в секунду, то есть где-то в 8 раз быстрее скорость обмена, которая между GPU и процессором происходит. Как видите, технология не новая, мы уже давно идем в этом направлении, вот начиная с 2016 года. Мы еще потом на капе посмотрим, он тоже постепенно развивается и тоже растет. Вот примерно сравнение. Кстати, мы первые перешли, я не помню, по-моему, Intel так и не поставил PCIe 4 в свои сервера, может быть, только в самые-самые последние. У нас PCIe 4 уже с 2018 года. Почему он сделан? Потому что возникает интересная ситуация. Вроде бы, с одной стороны, производители адаптеров сейчас делают очень высокоскоростные, скажем, вот в данном случае это InfiniBand 100 гигабит в секунду. Есть точно такой же Ethernet 100 гигабит в секунду, который вставляется в стандартный PCIe 3. Но вставлять его в PCIe 3, это фактически, как бы всю скорость вы никогда не вытащите. Потому что, понятное дело, два порта по 100 гигабит, это 200 гигабит. Если мы говорим о PCIe 3, то это 128 гигабит. Никак не помещается. И это вот, кстати, было показано здесь, когда в Power 9 поставили PCIe 4, то скорость примерно в два раза и выросла вот таких вот 100 гигабитных адаптеров. Теперь, что касается CAPI-интерфейса. CAPI-интерфейс, изначально это был просто CAPI, он уже был там первой версии, второй версии. Это тоже была некая попытка использовать этот самый PCIe, просто изменить, то есть скорость и PCIe оставить, но попытаться изменить немножко протокол, чтобы мы адаптерам могли не просто отдавать какие-то данные, но и чтобы мы могли отдавать адаптерам некие возможности сопроцессоров. То есть можно было бы поставить туда, скажем, FPGA адаптеры, которым бы передавали данные, которые бы делали расчеты, передавали обратно, и получалось, что нам нужен был некий специализированный адаптер, специализированный процессор. Все это, какое-то время это работало, но оказалось не очень практично, потому что опять-таки скорости нашего PCIe недостаточные для работы. Поэтому в последних машинах уже стал появляться OpenCAPI-интерфейс. Опять-таки он не зря называется OpenCAPI, да, дело в том, что это не проприетарная IBM-овская вещь, это некий интерфейс, который разрабатывается совместно с другими. Кстати, по-моему, там достаточно много производителей, понятное дело, производители практически всех адаптеров, которые есть, там, Nelanox, Broadcom, и прочие, прочие, те, которые заняты этим делом, те, которые пытаются как-то как-то тоже себя показать на этом самом рынке и тоже понимают, что надо куда-то двигаться. Вот постепенно это разработалось таким образом, что мы теперь... Есть просто специализированные некие протоколы внутри нашего самого процессора, с помощью которых при создании адаптера можно обмениваться, причем по совершенно другому протоколу, вернее, как бы по совершенно другим проводолькам, да, не в PCIe, которые, как мы уже говорили, медленны и недостаточны для работоспособности вот таких акселераторов. Ну, это вот roadmap того, что есть, да, то есть CAPI 3.0, CAPI 4, то есть CAPI 3.0 он уже есть. Мы говорим о том, что это 25 гигабит в секунду на 8, ну, то есть, как бы, его скорости достаточно сильно увеличиваются с каждым разом, да, и PCIe 4 будет совсем высокоскоростной, который есть. Да, в отличие от PCIe, это уже не параллельные, это уже последовательные. Тут тоже интересная вот ситуация, которая, наверное, про которую можно было бы сказать. Если вы помните, на заре наших компьютеров были такие порты, они назывались, один из них LPT, а другой назывался serial port. То есть один был последовательный, другой параллельный, и вот этот параллельный использовался для высоконагруженных систем, вернее, как бы для систем, требующих большой передачи данных, скажем, для принтеров. Все принтеры подключались по LPT, потому что считалось, что там можно одновременно передавать сразу целый байт информации, а не по одному биту их заталкивать. И казалось бы, что это быстрее. Но со временем, как вы все знаете, LPT-порты умерли, остался один только serial, он потихонечку перешел в USB, и потом уже в современные, которые там можно называть, там Tunderbolt, еще какие-то, в общем, много всяких разных появилось, там последний, который USB-C, да, все это, да, по биту. Дело в том, что оказалось, что в параллельной передаче есть свои минусы. Эти минусы связаны с тем, что очень сложно синхронизировать передачу сразу по всем проводам одновременно на высоких скоростях, в то время как с последовательными портами этого не происходит. Поэтому, вот скажем, OpenCAPI – это уже скорее последовательный порт, который есть, за счет чего получается значительно поднять скорость, скорость работы непосредственно наших адаптеров, которые есть, вернее, скорость передачи данных между адаптером и другими элементами. Чем еще хорошо CAPI отличается? Дело в том, что в этом случае адаптер общается не только с центральным процессором, но может общаться и с другими такими же адаптерами, как он, не задействует центральный процессор для этих вещей. Особенно это касается, конечно, памяти, то есть работа непосредственно с памятью, минуя контроллер памяти в процессоре. Ну вот, OpenCAPI 3.0 – это опять-таки одна из наших последних машин. Тут ее схемка. У нее есть отдельные проводурки. Пока вот в 3.0 это реализовано каким образом? У нас остаются обыкновенные PCI-E и дополнительные разъемы OpenCAPI так называемые. То есть мы в PCI-E вставляем адаптер. Он получает питание с этого самого PCI-E, который есть. Он может общаться с процессором, скажем, для передачи команд, а не данных, непосредственно через PCI-E, так как там скорость не нужна такая большая. Но, кроме того, у него есть отдельный шлейф, в котором он соединяется с разъемом OpenCAPI. И через этот разъем OpenCAPI как раз таки происходит основной обмен данными между памятью и процессором, ну и акселератором. И вот в нашем последнем компьютере IC922 мы про него еще немножко поговорим чуть позже. Как раз таки позволяет составлять FPGA, скажем, адаптеры. Насколько я знаю, в ближайшее время должны будут появиться FPGA адаптеры, которые как раз таки позволят использовать этот самый OpenCAPI 3.0 и максимально использовать те возможности, которые заложены в программируемых адаптерах. Теперь непосредственно о самом нашем процессоре. Он выпускается, ну, условно, назовем его так, в трех вариантах. Первый из них это Linux Ecosystem Optimized вариант. и основное его отличие в чем? Он рассчитан по большому счету на работу с OpenSource. OpenSource у нас очень редко, когда лицензируется. Тот суппорт, который покупается на OpenSource, он чаще всего либо лицензируется на сервер целиком, либо на сокет, и поэтому количество ядер практически не важно. Поэтому сделали процессор, у которого всего 4 потока на ядро. Но зато таких ядер у нас 24 штуки в каждом чипе. Кроме того, этот процессор опять-таки он с открытой архитектурой. И любой из производителей, входящих в консорциум OpenPower может производить сервера на базе этого самого процессора. Что, в принципе, уже на данный момент происходит. Есть PowerVM Экосистем. Тут у нас есть процессора. В принципе, он практически одинаковый. Они восьми поточные, но зато максимум 12 ядер в процессоре. То есть количество потоков, как можно заметить, и в первом, и во втором случае, оно одинаковое. Вопрос просто в тех самых ядрах, про которые я и говорил. Это, конечно же, в основном рассчитано в первую, наверное, очередь на коммерческий софт, который позволяет и чаще всего лицензируется по ядрам. Понятное дело, чем меньше ядер, тем меньше вы будете платить за софт. А если кто-то сравнивал, то если покупать коммерческий софт, то зачастую стоимость софта во много раз уже выше, чем стоимость непосредственно сервера, на котором этот самый софт запускается. При лицензировании его по ядрам, понятное дело, нам нужно как можно меньше ядер, зато с как можно большей производительностью. Это было сделано в этом случае. Ну и PowerVM, я немножко про нее расскажу, это наша система виртуализации, наверное, уникальная, и да, она проприетарная, поэтому она выпускается только в наших серверах. различия между двумя процессорами, условно, первым и вторым, это в том, что один из них рассчитан на двухсокетные машины, то есть, поэтому у него шина межпроцессорных связей достаточно узенькая и маленькая, а второй это рассчитан на большие машины, соответственно, у него и шина межпроцессорных связей гораздо более толстая. Вот то, про что я и говорил, это уже есть вполне материнские платы, сервера производства не айгема. Вот основной из производителей сейчас, который производит пауэрные сервера, это Инспур, у него достаточно большая линейка собственных серверов на базе пауэрных процессоров, вот, ну, на удивление есть компания Ядро, наверное, многим известная, да, которая тоже производит свой компьютер на базе пауэр сервера. Теперь с памятью еще одна вещь, которая есть, она у нас стала разной. Сначала использовалась, ну, вот, не знаю, в пауэр восьмом, давайте оттуда начнем. Дело в том, что память тоже жутко медленная, для многих задач недостаточная, то есть, DDR не хватает для того, чтобы нормально обеспечить работоспособность сервера. Поэтому в IBM были произведены, то есть, разработка неких, так называемых, custom чипов, да, или custom димов, которые включали в себя не только модули памяти, но и отдельный элемент, он у нас назывался там кентавр, который служил неким буфером, или как его назывались кэшем четвертого уровня. Дело в том, что скорость DDR настолько ниже, чем скорость кэша третьего уровня, что вот эта разница была весьма ощутима, да, поэтому, чтобы каким-то образом вот эту самую разницу нивелировать, был создан специальный чип, на котором был кэш четвертого уровня, скорее, это, конечно, не кэш, его скорее можно назвать буферной памятью, да, которая позволяла неким образом увеличить пропускную способность. Кроме того, позволялось использовать уже не DDR между непосредственно процессором и этим самым чипом, мы могли использовать некие проприетарные протоколы, которые позволяли увеличить скорость, ну, вот тут, допустим, понятное дело, 230 гигабайт в секунду против 120 на стандартных DDR, да, то есть увеличить эту самую скорость. Кроме того, она позволяла несколько улучшить работу непосредственно самих модулей памяти. Дело в том, что там стоял и стоит некий планировщик, который позволяет записывать в разные чипы, потому как один чип, он может совершать одномоментно, ну, то есть в один такт времени, не больше там двух операций, насколько я помню. Вот, поэтому для того, чтобы правильнее использовать максимально возможности этой самой памяти, там стоял планировщик, который как раз-таки и раскидывал эти задачи по разным чипам. Вот, ну, в общем, такая вот вещь, которая позволяла улучшить скорость работы памяти. Но она, естественно, получилась достаточно дорогая. В Power 8 у нас были только такая память, и это было достаточно дорого, и нам было очень сложно конкурировать с предложениями других производителей, да, поэтому, и главное, что такая высокоскоростная память была не всегда нужна. Это тоже ещё один элемент того, о чём я говорил в специализации. Дело в том, что разные задачи требуют разного железа. Кому-то нужно много-много медленной памяти, кому-то нужно наоборот мало-мало, но очень-очень быстрой памяти, а кому-то нужно серединка наполовинку. То есть, вроде бы как и не очень мало, но с другой стороны и не совсем уж медленно нужна память. Поэтому всё очень сложно и собрать такой компьютер достаточно проблематично, да, поэтому вот у нас были как бы на маленьких машинах ставится память более медленная, да, на больших машинах ставится более быстрая и более надёжная память, которая есть. К чему всё это дело пришло? К тому, что, в принципе, сейчас уже есть разработка, опять-таки, Open Memory Interface, так называемый, ну, чтобы всем было понятно, IBM сама память не производит, да, мы её всегда делали ОИМ этой самой памяти, мы её брали у разных производителей, да, под нашим контролем, под нашим спецификациям, но тем не менее её производил не IBM, а кто-то другой. Так вот, Open Memory Interface это ещё одна инициатива инициатива IBM в рапках консорциума, которая позволила изменить подход к памяти, то есть, сделать так, чтобы производители памяти могли сами решать, какая память нужна, так, чтобы они могли производить разную память, а мы при сборке компьютера могли, соответственно, для конечного потребителя предложить ему разную память в один и тот же бокс, для этого контроллер памяти пришлось вынести как бы наружу, да, то есть, часть, вот если здесь посмотреть, то контроллер, некий контроллер, да, он выносится непосредственно на сами димы, и это позволяет процессору соответствующие протоколы, которые были вот в этом самом нашем консорциуме Open Memory Interface при разработке этого самого интерфейса, позволили так, чтобы можно было использовать разную память, и вот в следующем поколении компьютеров практически наверняка уже будет использоваться этот самый Open Memory Interface, который как раз-таки позволит делать производителям разную память, начиная от персистом памяти, да, туда можно поставить медленную, постоянную память, можно поставить высокоскоростную память, но в малом количестве, можно поставить что-то в серединку наполовинку, в общем, можно использовать совершенно разные чипы, главное, что вот тут вот, вот этот самый элемент контроля управления, который будет связываться с сервером, и позволит непосредственно работать любому, любой памяти в этом самом сервере. Теперь непосредственно переходим к самим нашим серверам, опять-таки про специализацию, теперь нельзя сказать, что мне вот нужен некий, некий сервер, вот просто дайте мне сервер, там, не знаю, 100 ядер, каких-нибудь, да, как бы там, и терабайт памяти. На самом деле, такой подход, это все равно, что сказать, вы знаете, мне нужна машина на 400 лошадиных сил. Все, конечно, замечательно, но вот 400 лошадиных сил, скажем, карьерный БелАЗ, там, 30-тонник, у него 400 лошадиных сил, какой-нибудь там Мерседес бизнес-класса, у него тоже 400 лошадиных сил, да, и какой-нибудь там болид, спортивный, у него тоже может быть вполне всего-навсего 400 лошадиных сил. Ну, понятное дело, что сравнивать вот эти вот все автомобили между собой просто, просто нельзя, да, один служит для перевозки огромного количества грузов, медленно, неторопливо, но зато сразу и много, другой служит для большого комфорта пассажиров, который в нем сидит, а третий просто для максимальной скорости и никакого комфорта, да, и вообще перевозить ничего, кроме самого водителя, не может. То есть разные задачи, разные сервера в нашем случае. Так вот, HPC и Artificial Intelligence, про которые мы говорили, то есть искусственный интеллект, что такое HPC? Это High Performance Computing, или, как у нас их принято назвать, калькуляторы. То есть некие сервера, которые выполняют много-много математических операций. В основном они требуются для каких-то научных изысканий. В принципе, искусственный интеллект это тоже выполняющий много-много математических операций сервер, да, несколько специфичных, но тем не менее. На самом деле, их используют для многих задач, которые сейчас есть, не только, скажем, там, научные, да, ну, я не знаю, самые простецкие, вплоть до того, что, не знаю, правильный расчет водоснабжения, да, правильный расчет, не знаю, освещения, да, для всего, для этого, в принципе, очень хорошо использовать эти самые High Performance Computing, те, которые смогут математические алгоритмы очень быстро посчитать и выдать рекомендации по использованию непосредственно того или другого оборудования. Основные отличия, ну, вот, первый сервер, на который мы посмотрим, это AC902, это двухъюнитовый сервер, в нем два сокета и, главное, до шести GPU, которые есть. GPU, у него не совсем стандартные, они, как бы, вот, NVLink, как мы говорили, там от GPU стоят вольта, вольта сотая, которая есть, она может быть там 16 гигабайт на 32, но это не так важно. Главное, что она стоит, как вы видите, не в PCIe, а выглядит это примерно так же, как выглядит обыкновенный процессор. Вот стоит наш процессор, не видно, да, эту самую, вот это вот тут процессор, а соседние, это у нас как раз такие есть, эти самые наши GPU. Да, рисовальщик из меня еще тот, ну ладно. Тут вот стоят эти самые GPU, причем они могут быть, если их там стоит не больше четырех, то они с воздушным охлаждением, если же мы вставляем туда 6, это максимальное количество, которое есть, то там необходимо использовать уже водяное или жидкостное охлаждение. Опять-таки, как я уже говорил, GPU выдает те же самые 300 ватт, как и обыкновенный самый процессор, поэтому и возникает такая вот как бы ситуация, когда необходимо использовать водяное охлаждение. Для того, чтобы просто отвести тепло от этого самого нашего двухъюнитового бокса. Invelink, как я уже говорил, достаточно высокие скорости, там 150 гигабит в секунду, если мы используем, дело в том, что он общий одинаковый, там 170 гигабайт, если мы ставим 6, то каждому из них достается чуть поменьше, но все равно это достаточно высокопроизводительная шина, которая позволяет GPU гораздо лучше общаться с памятью. Опять-таки, надо смотреть по задачам. Если у нас задача просто расчета, не знаю, мы возводим два факториал в какую-нибудь, фиг знает какой факториал, и мы не общаемся с памятью, то в принципе этот Invelink, конечно же, нам ничем не поможет. Но если мы занимаемся видеоаналитикой и должны прокачивать огромное количество данных через наши графические адаптеры, то, конечно же, этот самый Invelink значительно улучшит работоспособность. Просто будет меньше простоя непосредственно графического адаптера для того, чтобы забрать данные из памяти, обработать ее и результат отдать обратно. Сравнение, наверное, я не буду на этом останавливаться, и так много. То есть просто постепенно растет, то есть от Pascal до NVIDIA. На базе этих самых серверов был создан на данный момент самый высокопроизводительный суперсервер, или как его еще назвать, даже не знаю, это как раз-таки HPC, в котором заложено большое количество этих самых серверов. То есть, в принципе, основное, на чем можно обратить здесь внимание, больше трех экзофлопсов, которые позволяют сделать этот самый компьютер. Дело в том, что если раньше HPC, это были действительно специализированные сервера, и их выпускали в основном специально для того или другого большого суперкомпьютера, который делался, то теперь каждый из обыкновенных потребителей Альбемовской техники может сделать у себя. Это да, если мы посмотрим, вот сами, сейчас самый производительный, который есть, у него очень много стоит вот этих самых AC-922, вот тут вот, ну там, примерно 2,5-2,5 миллиона ядер, которые есть, можно начать там с одного бокса, с трех боксов, и постепенно расширяя его делать ровно таким, каким он необходим для всей вашей задачи, то есть, как бы, непосредственно для вас. Его можно расширить до тысяч компьютеров, а можно оставить его в таком небольшом количестве, там, трех штук, и, кстати, они у нас уже есть. Ну, то есть, имеется в виду, как бы, наши клиенты уже непосредственно в нашем регионе приобретают и делают на них всевозможные как аналитические задачи, так и HPC, в том числе, там, Российская Академия Наук использовала и другие коммерческие клиенты, которые есть. Еще один вот сервер, по которому я говорил, совсем недавно появился, вполне возможно, что мы чуть позже сделаем про него специальную сессию, так как сервер достаточно интересный, но вот в данном контексте HPC-кластера самое интересное, что здесь можно посмотреть, что у него тоже есть свои GPU, но они другие. Тут ставятся уже у нас GPU T4, тоже от NVIDIA, но T4, они ставятся в стандартный PCI-E, никакого NVLink, да, но зато их можно поставить побольше. Чем отличаются они? Да, он менее производительный, T4, ну вот можно сравнить тут вот разные элементы, да, его производительность меньше, чем у Вольта, но при этом его цена значительно дешевле, да, и потребление электричества у него значительно меньше. Он рассчитан немного на другие задачи, если вот говорить про его функциональность, то Вольта это в основном для системы обучения, там где у нас очень много работы с элементами, ну с математикой, с плавающей точкой, причем очень высокой точности, да, а T4 рассчитан на работу не столь высокой точностью, поэтому чаще всего эти сервера можно использовать в паре. Один из них, AC922, это для моделей обучения дип-леунинга, машин-леунинга, да, а вот непосредственно IC922, это так называемый inference-сервер, это сервер, на котором потом исполняется, скажем, мы обучили модель распознавать, не знаю, там какие-то противоправные действия, для этого нам требовался AC922, а для того, чтобы обработать информацию с тысяч камер, мы уже можем использовать inference-сервер, который позволит обработать много-много потоков и определять непосредственно где же, ну как бы, где сработает эта самая модель. еще одно направление, которое сейчас, это, конечно же, Big Data, про которую все говорят, все слышат, Big Data, Data Lake, такие красивые названия, то есть озеро данных, то есть как бы, все так красиво как бы звучит, на самом деле это, конечно же, огромная помойка данных, и ее очень много у всех, абсолютно, скажем, в ритейле ее очень много, потому что там каждый покупатель покупает какие-то продукты, мало того, можно даже посмотреть возле каких полок он задерживается дольше, у каких он задерживается меньше, да, что в итоге он покупает, что не покупает, да, если покупает, то в каком количестве, и много-много элементов, которые позволят более оптимально, как с точки зрения расположения этих самых товаров на полках, так и с точки зрения предложения, логистики, да, то есть всего этого дела. Этих данных очень много, их надо каким-то образом обрабатывать и делать аналитику. У банков, у них своя, то есть они могут смотреть по транзакциям, что транзакции, в какое время, какие люди, причем если у него зарплатный проект, то еще и посмотреть в зависимости от зарплаты, сколько он тратит, на что он тратит. В общем, множество интересной информации, которая бы позволила и маркетологам, и руководству дать лучшее предложение своим клиентам, да, при этом не прогореть. Понятное дело, все мы коммерсанты и все мы хотим заработать какие-то деньги, да, но при этом, чтобы было хорошо и тем, у кого мы эти деньги заберем. То есть, в общем-то, вполне нормальная работа. Еще одно, там, не знаю, это может быть все соцсети, которые существуют, да, там тоже очень много информации, которую можно обработать. То, что касается охраны, куча, ну, в общем, практически в любом месте, опять-таки, вот мы, можно подумать, что производство, оно не обладает таким большим набором данных. На самом деле нет. Я еще в далекие, там, 90-е годы, когда работал на заводе, мы запускали самое обыкновенное, ну, там был у нас агрегат, в нем в те времена уже стояло порядка сотни датчиков. Да, и эти самые датчики, причем, почти половина из них, это было аналоговые датчики, которые снимали температуру, там, скорость вращения, еще чего-то. Получалось много-много-много всяких данных, которые, по большому счету, никто не хранил, потому что, что с ними делать потом, никто не знал. Но, проанализировав, если бы эти все данные сохранялись, что сейчас и делается чаще всего, можно проанализировать и предотвратить аварии, выводить агрегаты на более щадящий режим или наоборот. То есть, очень много данных, которые, да, действительно требуют внимания. Сейчас это очень хорошие аналитики или data scientists, как их принято называть. То есть, некие люди, которые могут работать с этими самыми данными. Но, для этого нужна техника. поэтому, вот одна из них, это LC922. Сервер, в котором, в принципе, основное, на что можно обратить внимание, что там 44 ядра, то есть, там он двухсокетный, может стоять 2 терабайта и 12 дисков, которые там могут стоять. Причем, они могут стоять в разных комбинациях, то есть, 120 терабайта сториджа на сервер. Опять-таки, нам нужно загрузить как можно больше данных сюда и потом с помощью ядер произвести какие-то аналитические действия над ними. Там могут стоять как HDD, так и SDDD. Основные особенности, что там можно поставить эти самые диски в абсолютно разном соотношении между собой. Что-то SATA, что-то SAS, что-то можно поставить NVMe диски, то есть, абсолютно разные. Там же могут стоять еще и ГПУ, которые тоже позволят каким-то образом в обработке этих самых данных, если это необходимо. Ну и опять, тот же самый IC922, про который мы говорили. Дело в том, что его можно скомплектовать по-разному. Если мы не будем туда ставить ГПУ, наши Т4, то мы можем поставить целых 24 диска внутрь одного сервера. Причем, эти диски тоже могут быть абсолютно разные. Это может быть как достаточно дешевые, но высокообъемные диски SAS и SATA. Соответственно, это могут быть совсем дешевые, совсем дорогие, большого объема, поменьше объема. Как это могут быть все 24 диска NVMe? То есть, очень высокопроизводительные, очень дорогие, но может быть, это потребуется. Почему либо ГПУ, либо эти самые диски? Ну, во-первых, место. Дело в том, чтобы подключить NVMe, нам потребуется целых 4 адаптера. Кто-то же должен протянуть эти самые данные с нашего сервера, вернее, с дисков, непосредственно внутри сервера. Да, потребуется много. Ну, и кроме того, как я уже говорил ранее, не раз, это охлаждение. Если мы сюда поставим и ГПУ, и диски, то мы просто как бы перегреем наш сервер. Поэтому либо то, либо другое. Есть еще один сервер, он не может похвастаться большим количеством дисков, но зато он всего одноюнитный, одноюнитовый и имеет 40 ядер на борту. Он может использоваться либо как отдельный элемент для работы с аналитикой, то есть помогая тем самым нашим основным серверам с дисками для анализа, либо служить в качестве диспетчера. Кстати, как одна из, есть у нас референс архитектура, тут, наверное, мелко написано, но есть вот worker ноды, да, это вот некие сервера, которые как раз таки и занимаются непосредственно как бы обработкой и хранением данных, да, а есть куча еще различных там мастер ноды, это те, которые пускают в себя клиенты, есть прокси, есть диспетчеризация и прочие, 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 для которых может использоваться вот этот самый одноюнитовый сервер, но зато с большим количеством ядер. Сервера приложений, это как бы вот то программное обеспечение с открытым исходным кодом, который есть, в том числе и для серверов приложений, там не только с открытым кодом, но наиболее известный там с открытым кодом, не знаю, там какой-нибудь апатч, том, кэт, еще целая куча всех, которые у нас могут быть, да, это могут быть, конечно же, и коммерческие продукты, такие, как, альбемовская веб-сфера, допустим, да, достаточно популярный продукт в качестве аппликейшн-сервера. В общем, сервера приложений, они есть, сервера приложений, это какие-то веб-сервера, еще что-то, да, очень-очень много связано. Но сюда же бы я и отнес некую группу по базам данных, то, что касается особенно тех, которые у нас, так называемый скиллаут, или те, которые могут увеличивать свою производительность, за счет увеличения количества серверов. Не везде это легко. Скажем, нет, все мы знаем, конечно же, что и Oracle, там есть его RAC, да, то есть кластер, который позволяет вроде бы как раскидать нагрузку по разным серверам. Но все мы прекрасно понимаем, что потери производительности достаточно велики, сложность значительно увеличивается при использовании в стандартных SQL-ах, да, то есть использование скиллаут серверов не всегда хорошо, то есть это всегда некий компромисс. Кстати, даже та же самая HANA, которая, ну вот SAP HANA, про которую говорится, несмотря на то, что это вроде бы как стандартный SQL, с ним тоже проблематично, когда мы делаем скиллаут, хотя это и заявлено, да, там не все так просто и не все так однозначно, чтобы использовать скиллаут везде, где только можно. То есть по возможности на самом деле мы со своей стороны всегда рекомендуем использовать скиллап, то есть максимум помещать на один сервер, разбивая как на можно меньшее количество серверов. Но есть другие задачи, там не знаю, вот есть такая база данных, как Кассандра, ее очень любят биллинговые системы у телеком операторов, она вообще в принципе специально создавалась именно для вот такой вот архитектуры. Да, она совершенно по-другому работает, это не чистый SQL, у нее совершенно другие задачи и по хранению, и по сбору данных, которые есть. И она прекрасненько себя чувствует при большом количестве серверов, которые есть. На самом деле таких достаточно много, там не знаю, может быть тот же Redis, который тоже себя прекрасно чувствует не в единичном исполнении, да, то есть как бы вот в таком вот кластерном исполнении, то есть скиллаут и для баз данных иногда бывает полезен. Какие технологии прежде всего помогают нам в этом деле? Это плавающая частота на наших процессорах. Очень интересно, да, то, что мы постепенно шли-шли и вот наконец дошли, то, чего еще нет у многих по крайней мере, это когда у нас частота на сервере меняется в зависимости от нагрузки. Мы можем управлять ей в неких пределах, то есть разговаривая о том, как правильно вести себя процессору, но тем не менее по дефолту, если мы говорим, то он работает на минимуме частоте, если на нем нету задачи, когда появляется задача, он поднимает частоту на максимум, да, и если эта задача выполняется очень долго и на всех ядрах, и он начинает перегреваться, наш процессор, то он снижает частоту для того, чтобы опять-таки обеспечить это самое охлаждение. То есть если у нас пиковая задача, она выполнится быстро на максимальной частоте, если же это у нас продолжительная задача, он будет работать на номинальной частоте, да, а если у нас процессор вообще простаивает, то он может уронить частоту достаточно сильно для того, чтобы просто не потреблять лишнюю электроэнергию, которая тоже стоит денег. И с памятью там не то же самое, но в общем есть зависимость скорости работы памяти в зависимости от того, сколько планок памяти мы туда поставим. Чем меньше планок памяти мы ставим, ну то есть в данном случае у нас, если мы ставим не больше половины планок памяти, то они работают на более высокой частоте, если мы ставим большее количество планок памяти, опять-таки все это самое охлаждение. Ведь у нас же не только процессор потребляет и вырабатывает тепло, но и все, и диски, и память в том числе. Поэтому можно вот таким вот образом смотреть. Интересная ситуация, конечно же, чем больше планок памяти мы ставим, тем шире полоса пропускания у нас к этой памяти. Вроде бы скорость больше, но частота у нас при этом снизится, просто для того, чтобы охладить все это количество планок памяти, да, и при этом каждая отдельная операция будет чуть медленнее. Если мы ставим планок памяти там не больше половины, то у нас полоса пропускания конечно меньше получается в два раза, но зато чистота и значит единичная операция доступа к памяти будет быстрее. Как я уже говорил, специализации надо смотреть не просто какой компьютер вам нужен, а для чего он нужен и что мы с ним будем делать в дальнейшем. LC921, мы уже про нее говорили, этот самый одноюнитовый сервер очень хорошо подходит в качестве сервера приложений. Да, их в один шкаф можно натолкать, ну там 40 юнитов и соответственно 40 серверов поставить, ну ладно там минус там 4 для того, чтобы еще коммутаторы туда воткнуть, чтобы соединить их все между собой. Но тем не менее хороший сервер, если не требуются диски. Но LC-шные сервера у них есть некая особенность, ну так как это Linux ecosystem оптимизит сервер вместе с процессором соответствующим, то на нем может запускаться только Linux, из виртуализации там будет стандартный KVM, ну либо там это могут быть контейнеры, да, там какие-то запущенные, ну то есть виртуализация такая же, как во всем остальном назовем их 8x86 мире. То вот следующие сервера, там в данном случае TS-922, там уже стоит полноценный наш процессор, то есть с SMT-8 процессором, и на нем могут запускаться и AX, и Linux, и главное, конечно же, это PowerVM, который, наша самая виртуализация, которая работает на этих серверах. Сервер интересен сам по себе, дело в том, что у него в два раза больше памяти, чем у LC-шных серверов, и наверное, больше, чем куда-либо можно поставить, да, это 4 терабайта памяти в 2 юнита. достаточно много PCI-E, которые можно использовать, да, не все из них PCI-E четвертые, но тем не менее, это тоже достаточно, да, и 8 дисков можно поставить, то есть такой вот некий универсальный рабочий механизм. Он есть в разных вариантах, это S902, на котором может работать весь софт, то есть и AX, и IBM, и Linux, и есть только в Linux-only варианте, то есть тогда, когда на нем нельзя запускать ни AX, ни Linux, вернее, ни IBM, да, ну, это сделано чисто в маркетинговых целях, то есть если вам не нужны наши проприетарные операционные системы, то можно приобрести вот 922-ю в L-варианте, она будет несколько дешевле. Выглядит примерно так, ну, то есть, понятное дело, тут вот два процессора, адаптеры, да, и между ними вот тут вот везде стоит память, ну, сервер как сервер. Ну, и, конечно же, PowerVM, основные ее отличия от остальных систем виртуализации, которые есть на рынке на данный момент, это то, что она построена на хардварном уровне, то есть она построена на уровне фирм В и на уровне сервисного процессора, который есть, да, у нас, как бы, внутри наших проприетарных серверов стоят еще сервисные процессоры, это отдельная вещь, которая как раз-таки и следит за распределением процессоров, памяти между нашими партициями, как мы их называем, потому что это действительно, это не виртуальные сервера, а это железные партиции, на которые мы можем поделить наш сервер. Причем, в каждой из этих партиций могут находиться как физические адаптеры, так и виртуальные адаптеры. Мы можем целиком физические адаптеры отдать тому или другому разделу. В этом разделе может запускаться разная операционная система, там, AX, Linux, ABMI могут стоять, да. Для виртуализации служат отдельные партиции, это виртуальные сервера ввода-вывода, которые как раз-таки обеспечивают. Самое основное, как бы, за счет чего, это, конечно же, максимальная производительность. То, чего не может сделать никто другой. потому что, ну, как бы, сложно добиться производительности, когда у вас, как работает вся остальная виртуализация. Сначала запускается некий образ операционной системы, внутри этой операционной системы создаются другие виртуальные сервера. У нас это все происходит на железном уровне, и, конечно же, то, что по поводу безопасности, тоже надо смотреть, у нас практически полная идеальная изоляция между собой этих самых физических партий. В отличие, конечно же, от стандартной виртуализации, где через основной хост можно добраться до памяти любого из виртуальных разделов. Сервер 924 очень похож на 922. Его основное отличие то, что он 4-юнитовый. Это 4-юнитовый сервер, соответственно, имея больший объем, мы можем поставить процессора с чуть большей частотой, поставить туда больше дисков и поставить больше адаптеров. В общем-то, как бы, и все, наверное, отличия, которые в нем есть. Ну, и на закуску это наши интерпрайс-сервера или сервера для работы с большими данными, для бизнес-критических приложений. Их у нас, в общем, всего два. Это 950 и 980. 950 это 1-нодовый сервер, он 4-юнитовый. Максимальное количество ядер у него 48, да, DDR4 стандарт нигмов, то есть до 16 терабайт в этот сервер может ставиться. Тут вот то, что написано тут количество слотов, для этих серверов это все не так важно. Дело в том, что к ним могут подключаться модули расширения и количество конечно же адаптеров и дисков, которые можно подключить к этим серверам, оно просто огромное. Ну вот 950 его уникальность в том, что несмотря на то, что он интерпрайз уровня, он с трехлетней поддержкой идет, да, кстати, все сервера, которые я до этого перечислял, они все с трехлетней гарантии идут. Тут три года поддержки, назовем ее так, по большому счету, для конечного клиента, это те же самые три года гарантии. Чуть более подробно, что у него там может стоять четыре сокета SMT8, то есть восемь потоков, соответственно, можно увеличить там 48 ядер умножить на 8, получить количество потоков, которые может быть максимально, 16 терабайт памяти, это, конечно же, очень много, на самом деле, это в основном для всяких in-memory датабейс и прочего, и прочего, и прочего. Тут стоит наши кастом димы, которые туда вставляются, соответственно, высокоскоростные. Его, что отличает основное, не знаю, нашу интерпрайс сервера, то, что железо продается отдельно, а активация процессоров и памяти отдельно, и да, в 950 есть отдельно, то есть, как бы, активация, то есть, можно купить больше сервера, но с меньшими активациями, потом, по мере необходимости, доставлять, эти самые, вернее, как бы, просто активировать то, что было куплено ранее. И вот эти вот самые input, output, expansion, и storage дроверы, да, можно доставить дополнительные дроверы для дисков и для адаптеров. 980 это наш high-end, то, что есть, он состоит, он модульный, он состоит из четырех нод, которые в нем есть, в каждой ноде может быть до 48 ядер, да, соответственно, максимальное количество 192 ядра и может быть максимум 64 керабайта памяти на этом самом сервере. Ключевой особенностью, наверное, этого сервера, кроме того, что у него беспрецедентная как бы производительность, это то, что в нем нету вообще ни единой точки отказа. У него удвоено все, включая, там, не знаю, часы, которые есть, внутренние часы, да, то есть все задублировано, то есть выйти из строя этот сервер вот так вот просто, как бы это должно случиться какое-то чрезвычайное событие для того, чтобы сервер у нас, да, у него может, могут выйти отдельно яда, может, может выйти отдельно там память, элемент памяти, может выйти еще что-то, но все это задублировано, поэтому сам сервер продолжит работать. Это, кстати, еще одно отличие Power серверов от Intel. X86, они тоже заявляют о том, что у них выход из строя одного ядра не приводит к выходу из строя целиком чипа. Это так, но придется перезагрузиться. Ну, то есть как бы вы получаете стандартную синюю маску смерти, сервер перезагружается, отключает вышедшее из строя ядро, как бы, и все дальше продолжает работать. В нашем случае ничего перегружать не надо, потому что, как бы, гипервизор или сервисный процессор отключит это самое ядро, как бы, при этом то, что выполнялось на этом ядре, будет перенаправлено на другие ядра и выполнится заново. То есть сервер не упадет и продолжит работать. Его шина, опять-таки, все это связано между собой достаточно серьезно, то есть это не просто четыре разных компьютера, а это действительно четыре ноды одного компьютера. Они связаны между собой специальной шиной и специальными протоколами. Power Enterprise Pool особенность наших хай-энд серверов. Дело в том, что активации можно купить не просто на один сервер, а можно их купить мобильный и тогда активировать необходимое количество ядер на том пуле серверов, который у вас есть. Это очень часто сейчас используется, особенно, скажем, те, у которых есть DR-сайты, те, у которых есть High Availability, высокая доступность. Чтобы у вас на стендбай сервер не покупать ровно столько же, сколько у вас стоит на основном сервере, можно купить эти самые мобильные активации. Соответственно, в случае выхода из строя основного сервера, на втором сервере эти самые ядра активируются и там запускается задача. Либо это можно делать, скажем, для профилактики, либо балансировки нагрузки. Ну, в общем, куча применений этого самого Enterprise Pool, который сейчас используется уже очень-очень многих заказчиков. И на этом я, пожалуй, что все. Хотя я, наверное, затянул жутко. Спасибо, что дослушали. Валерий Янгровый. Спасибо. Спасибо, Константин. Да, я заслушался уже, не могу. Спасибо. Очень подробно. Так, я... Единственное, я отдал тебе все права хвоста, поэтому ты... Сейчас я попробую. Мы сейчас, может быть, ответим на вопросы. Либо верни мне, либо мы... Либо ты управляй туда процессом. Если есть вопросы, значит, у нас есть, во-первых, сессия Q&A. Мы там пытались ее задействовать, хотя писать, может быть, не всегда удобно. Коллеги, если у вас есть вопросы, вы можете поднять руку. Я вас туда размню. Чего могу всех? Конечно. Это будет просто... Так, Константин, ты мне отдал? Я пытаюсь, я просто не знаю. Ты в списке участников на меня нажимаешь на правую кнопку и говоришь, что отдать право. А, он нашел. Нарваться надо. Нашел? Да. Все, я тебе все отдал. Спасибо. Спасибо. Так. Все. Если есть вопросы, вы тогда... Значит, что мы не сделали? Мы не сделали общий чат. Очень много жалоб было по поводу того, что вы не могли друг с другом писать сообщения. Вы могли только писать сообщения в Q&A. Вопросы и ответы. Ну, хорошо. Никаких... Вот там Дмитрий, Дмитрий Миронов проявил большую активность. Мы с ним немножечко переписываемся. Значит, мы эту презентацию выложим, выложим и разошлем вам ссылку, где эта презентация будет лежать. для того, чтобы вы могли использовать ее там, пересмотреть или задать дополнительные вопросы. Мы также планируем следующую сессию провести у нас... Мы хотели раз в две недели. Следующие две недели у нас выпадают на праздники. Поэтому следующую сессию предварительно планируем через три недели. Отдельно приглашение будем присылать. Ссылка будет та же, но конференция будет другая, поэтому всех попрошу еще раз пройти через регистрацию. И что еще? Ну, тогда вопросы. Я не вижу, чтобы кто-то поднимал руку. Вопросов, наверное, сейчас нет. Возможно, они возникнут попозже. Тогда можете писать, писать, а вам придет письмо в ответ на фидбэк. Либо мне на почту, либо на почту. Там сейчас мы посмотрим, как правильно организовать. Этот вебикс нас сегодня, конечно, подвел. Еще раз прошу всех извинения за то, что мы и начали позже. И, в общем, какие-то вещи у нас не сработали. Тогда спасибо всем огромное. Я надеюсь, что презентация была полезная и интересная. Дальше мы будем уже, следуя вашим желаниям в ответах на вопросы, что вам интересно послушать, готовить следующие презентации. И, как я уже сказал, следующие будут через три недели. Четверг в это же время. Я, опять же, надеюсь, что это время удобно для всех. Постарайтесь найти свободное время либо в фоне, либо как-то специально. И, что, желаю вам всем здоровья, терпения в данных непростых ситуациях. Спасибо огромное за то, что нашли время к нам присоединиться. До свидания. Спасибо. Продолжение следует...